Старинный азербайджанский город Шамаха. Мы прибыли сюда при плохой погоде, поэтому я позаимствую также немного чужой летней туристической видеосъемки. Один из самых древних городов Востока. Прославился он как родина многих видных азербайджанских философов, архитекторов и ученых. Упоминает этот город даже Александр Сергеевич Пушкин в своей сказке о золотом петушке. Помните? Подаришь ты мне девицу, шамаханскую царицу. Всего каких-то 100 с небольшим километров от Баку и я в шамахе. Это та самая шамаха с площадью 6 квадратных километров и населением около 40 тысяч человек. Бывшая некогда столицей легендарного государства Шерваншахов, шамаха была разрушена ужасным землетрясением в 1192 году и столица была перенесена в Баку. Сказка «Шамаханская царица» была написана в 1834 году. В литературной сказке шамаханская царица красивая, но коварная грешница и искусительница, приведшая царя и его сыновей к кибели. Вдруг шатер распахнулся и девица шамаханская царица, вся сияя, как заря, тихо встретила царя. Как пред солнцем птица ночи царю молк ей, глядя в очи, и забыл он перед ней смерть обоих сыновей. И она перед Дадоном улыбнулась и с поклоном его за руку взяла и в шатер свой увела. Там за стол его сажала, всяким явством угощала, уложила отдыхать на парчевую кровать, и потом неделю ровно, покорясь ей безусловно, околдован, восхищен, пировал у ней Дадон. Через неделю царь Дадон со своим войском и девицей отправился домой. Дома его встретил старый мудрец и, напомнив об обещании, потребовал девицу, шамаханскую царицу. Царь заявил, что всему есть предел, и он готов подарить многое, но девицу не даст, тем более, что старому скопцу девица ни к чему. Старик продолжал настаивать на своем, и царь, разгневавшись, сначала велел ему убираться, пока цел, а потом и убил, ударив жезлом по лбу. Когда старик умер, со спицы слетел петушок, клюнув Дадона в теме, и тот упал замертво. Шамаханская царица пропала, как будто ее и не было. Царь хватил его жезлом, по лбу тот упал ничком, да и дух вон, вся столица содрогнулась о девице, хи-хи-хи да ха-ха-ха, не боится знать греха. Царь хоть был встревожен сильно, усмехнулся ей умильно. С колесницы пал Дадон, охнул раз и умер он, а царица вдруг пропала, будто вовсе не бывала. По происхождению шамаханская царица была из шамаханской губернии города Шамаха, ныне территория Азербайджана. Александр Сергеевич бывал на Кавказе дважды в 1820 и 1829 годах. КОНЕЦ 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 ПОЛИЦ КОНЕЦ 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 мавзолеев на сегодняшний день сохранилось всего 4 23 октября 2022 года нам посчастливилось посетить азербайджанский город шимахэй его историческую джума мечеть и обсерваторию знай да дон что я девица шимаханская царица пробираюсь я как дать весь твой край завоевать учитывая благоприятный для виноделия климат здесь хорошо развивается винная промышленность шимаха является историческим центром виноделия и конечно же было бы обидно при таких климатических и географических условиях не делать хорошее вино же махи город в азербайджане административный центр шимахинского района расположен он юго-восточных предгорьях большого кавказа на высоте 800 метров над уровнем моря на автодороге баку тбилиси 120 километрах к западу от баку шимаха как город кавказской албании упоминается у птолемея второй век под названием кемахея остатки древней шимахи находятся к западу от современного города и занимают площадь более 50 гектаров в 1222 году после длительной осады шимаха была захвачена и разрушена монголо-татарами город упоминается в персидском анонимном труде начала 13 века аджаиб ад-дунья шимахи город в арране это очень укрепленное место жители необычайно фанатичной в делах веры в ходе османа сефевитской войны 1578 1590 годах состоялась битва за шимаху 50-тысячная армия сефевитов кызылбашей переправилась по понтонному мосту через куру и подошла к шимахе кызылбашам удалось сломить сопротивление османских войск и в ходе штурма овладеть городом однако осман паша послал гонцов за подкреплением к крымскому царевичу и благодаря подходу крымских татар удалось не только отстоять город но и нанести крупное поражение кызылбашам 1669 году после участия в большом московском соборе в шимахе останавливался православный патриарх антиохии 1712 году в связи с бунтом лесгин и других горских народов шимаха было разграблен в 1721 году шимаха подверглась нападению войска предводителя лесгин хаджи дауда муж курска были убиты находившиеся там русские купцы и нанесены огромные убытки русским торговцам шелком армяне количество которых городе было весьма внушительным подверглись постоянным нападением и грабежам по приказу хаджи дауда они наравне с евреями должны были на своей груди носить желтый отличительный знак для того чтобы мусульмане не приветствовали их результатом этого события был предпринят и петром великим персидский поход 1722 23 годов 1734 году надиршах разорив город перевел его жителей на другое место но вскоре город возродился на старом месте с 1742 года после смерти надиршаха шимаха столице ширванского ханства 1805 году ширванский хан мустафа хан вступил в русское подданство 1820 году русская администрация заменила в ширване ханское управление шимаха стал административным центром шимахинского уезда в составе бакинской губернии несмотря на высокую системичность региона а были самые крупные землетрясения в 1607 1669 1859 и 1902 годах многие важные исторические памятники сохранились до сих пор в частности джума мечеть пятничная соборная мечеть восьмого века длительное время шимаха был одним из важнейших пунктов на протяжении всего великого шелкового пути шимаха у запечали длина на картинах русского художника гагарина шамахинская боядерка настоящее время связи с русско-украинской войной поднялось множество голосов негодующих против так называемую имперского создания россиян с моей точки зрения этические эти претензии также обоснованы как жалобы на имперскость британцев или французов и как демонтаж памятников пушкина в житомире и кременчуге глупо было бы сейчас обвинять петра первого в захвате города шимаха или пытаться искоренить днем всякую связь с пушкином культурные страны так никогда не относятся к своей истории а наоборот всегда подчеркивают любые связи с мировой культурой и истории понимая этим самоуважение граждан и привлекая туристов главная достопримечательность шамахи джума мечеть это первое исламское сооружение на территории азербайджана она была построена в семьсот сорок третьем году сейчас вы можете видеть ее как она выглядит после реставрации в 2013 году эта мечеть например построена в семьсот сорок третьем году и расположена в центре города джума мечеть в шамаха это первое исламское сооружение на территории азербайджана сожалению ее современный облик ничего общего с первоначальным не имеет начале 20 века мечеть была практически полностью разрушена сильнейшим землетрясением но жители отстроили ее заново по преданию это джума мечеть была построена абу муслимом полулегендарным мусульманским просветителем и военным деятелем на восточном кавказе героем исламизатором с родственниками потомками которого связывали свое происхождение целые роды и селения наряду с мечетью восьмого века в городе ахсу эта мечеть является первым исламским сооружением на территории азербайджана подобного рода мечети имели трехчастное деление в каждом из которых имелся свой мехраб ниша в стене указывающая направление на мекку рядом с мечетью располагалась медрасе являющаяся частью целого архитектурного комплекса близ джума мечети был двор застроенный хорошими зданиями с множеством комнаты проходов когда мечеть была построена в 743 году эта дата была определена по надписи на арабском найденной на одной стен в это время правил наместник арабского халифата на кавказе и дагестане маслома ибн абдул-малика потом в 1123 году мечеть была разрушена грузинами двенадцатом веке восстановлена в семнадцатом снова реконструирована дальше в 1902 году она пострадала в результате очередного землетрясения которым был разрушен почти весь город и погребено и под его развалинами свыше трех тысяч человек после землетрясения бакинский фотограф сделал ряд фотографий с подписью джума мечеть построя простоявшие 800 лет в шимахе в 1926 году профессор зумер считал что это здание уже вряд ли можно было бы считать обумысливым так как на фотографиях было видно как опрокинуты купола показывали свой металлический остров на этой стелле написано что это джума мечеть построена в семьсот сорок третьем году и была серьезно повреждена землетрясениями 1859 и 1902 годов и во время мартовского геноцида 1918 года и когда армянские националисты подожгли мечеть 2010 2013 годах она была восстановлена по указу президента илхама алиева если честно мне было непривычно видеть словосочетание геноцид азербайджан поскольку мы больше привыкли к словосочетанию геноцид армян связи с чем я не очень понимал морально почему израиль поддерживает азербайджан они армению нельзя сравнивать 10 тысяч погибших азербайджанцев и миллион погибших армян но история геноцидов это отдельная история а пока вот немножко и современной политики с точки зрения международного права азербайджан был праве претендовать на те территории которые решениями он и так далее было признано его право на территории и то что он сделал он создал вооруженный конфликт которым он готовился и получил эти территории этим самым он без сомнения унизил и армян и россиян которые так сказать и не только россияне многие вообще были исторически на стороне армян ну хотя бы потому что то сказать армяне ближе к христианской а не христиане и ближе к христиан иудейской цивилизации да вы знаете такое понятие нежели мусульмане хотя все очень относительно и азербайджан условно мусульманская страна там сильного ислама нет слава богу но с другой стороны алиев диктатор без сомнения но просвещенный диктатор который умеет себя вести обратите внимание что за это время он как раз он примерно с прихода путина он оброс сильными друзьями америка раз турция 2 израиль ему передавали вооружение ему передавали технические средства ему передавали разведывательные данные вот дроны и там и так далее и так далее и он совершенно позорно разгромил давайте не будем называть ее армянской назовем ее российско-армянскую армию и устроил показатель парад в баку поломанный всей вот этой прекрасной новейшей российской техникой которую провезли на траках через центр баку он много лет над этим работал он выбрал себе друзей у армян нет никакого шанса просто никакого шанса держаться дальше за путин они не хотят жить как русские армяне хотят жить как американцы да даже как турки и мы лучше жить и как азербайджанцы тоже конечно существует старый конфликт связанный с геноцидом армянского народа в начале прошлого века но в конечном итоге прошло много лет и если у тех друзья американцы и турки то почему армяне не могут себе позволить искать прислониться в той же си